Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Сегодня последняя часть рассказов о замечательном рождественском блошином рынке на Тишинке. И речь я начну с замечательного, прекрасного хрусталя. И хотела бы вас спросить, кто из вас не слышал об окара? Нет, речь идёт не о карточной игре, а о хрустале, обильно украшенном дробными гранями. А кто видел эти изделия? Так вот здесь на Тишинке вы можете увидеть их и даже приобрести. Но вы можете полюбоваться и хрусталём Ридель, которому недавно исполнилось 300 лет. Хрусталем Богеми. Богеми вы, в общем-то, знаете лучше, наверное, других. Замечательный чешский хрусталь. А также купить произведения братьев Бахметевых, гусь хрустального. Но я хочу всё-таки больше рассказать об окара. 250 лет назад Людовик XV подписал указ об основании стеклодурной фабрики в деревне Бакара. Так началась история бренда, ставшая символом Франции и французского стиля. Производство же хрусталя началось в 1816 году. И уже в 1823 году хрустальные бокалы от Бакара появились на столе короля Франции Ледовика XVIII. В 1827 году появились хрустальные люстры производства Бакара. А в 1839 году цветной хрусталь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но это ведь ручная роспись Ручная роспись Да Ух ты И металл какой Нет, ну ладно Да, ну красиво сделан А цветы, а там даже сверху Ну, это глазурное такое, как 3D Спасибо Я старалась показать вам Жизнь блошиного рынка Как она есть Здесь вот Продавцы проводят целый день Они одновременно и кушают, и предлагают какую-то одежду. Мне вообще нравится этот отдел, потому что здесь шелковые бусы и очень красивые шелковые панбархатные платья. Но сейчас, обратите внимание, будет одна покупательница, у которой на шляпке кошечки. Да, вот такое вот здесь тоже было. Замечательный редкий фарфор. Посмотрите, какие пары. Очень все красиво. Здесь же и посеребренные, и серебряные, и позолоченные какие-то ложечки. Да, в общем, очень и очень красиво. Можно любоваться, не отводя глаз. Ну, а сейчас вы увидите, я бы сказала, наш советский фарфор советского времени, который мы очень-очень любили, который украшал жилища наших бабушек и мам, которые ставили на самое красивое место, на какие-то специальные полочки, в буфеты. Ах, какая же это красота! Необыкновенная! И сейчас вы увидите обещанные мной покупки. Итак, внимание! И перед вами моя первая покупка. Вот такая замечательная картина в рамочке, в золотой. Я давно искала эту золотую рамочку. Ну вот, это моя первая очень приятная покупка. И вот такой держатель к ней тоже очень красивый. На ножках. В преддверии Нового года я была в театре. И до 30-го числа мюзикл в Пушкинский. Это меня ведут туда мои друзья. Так что вы все это потом увидите. Была я с подписчицей своей, подругой, с Галиной Шаховой на ретро-блашином рынке на Кристалле. И тоже там мы очень интересно провели время. И я сделала много покупок. И в том числе, вот видите, вот такие золотые фужеры, бокалы, праздничные к Новому году для моей сервировки стола в золоте. Ну, в общем, все это вы увидите. Так же, как и эту прекрасную конфетницу, чашу. Видите, которая вся в серебре, покрыта серебром и золотом. И у которой вот такие вот замечательные ручки по бокам. Такая нарядная. И я вас, мои дорогие мальчики, девочки, мои прекрасные друзья, которых я, ну, мои родные уже. Я вас очень люблю и поздравляю. Поздравляю от всей души с наступающим Новым годом. И уверена, что этот Новый год принесет нам много радости и счастья. Главное, я желаю вам здоровья, чтобы перенести эти непростые времена. Но так же я вам желаю, и не менее это важно, счастья, удачи, интереса, чтобы у нас в жизни было очень много удивительного, прекрасного, интересного, чтобы мы с вами посещали очень интересные места, встречались с интересными людьми, чтобы, несмотря ни на что, жизнь била вокруг нас. Конечно, семейных разных праздников, застольев, чтобы в семьях у всех было все замечательно, хорошо, радостно, чтобы все наши родные были при нас, нас окружали, любили. И, конечно, тоже не болели. И чтобы у всех было много хорошего, множество-множество сюрпризов, прекрасных сюрпризов, которые, я надеюсь, Новый год приготовил для всех нас. Чтобы мы с вами дружно вошли в этот год, в Новый, и так же хорошо его провели. Обниваю вас, мои дорогие. Вы мне стали очень-очень дороги, и я хочу каждому вот это пожелать. Жить в любви, творить любовь вокруг себя и ощущать эту любовь близких на себе. Поэтому, я думаю, при этом все будет замечательно. И продолжать свои увлечения. Увлечения очень важны, чтобы у нас было с вами очень-очень интересно. Обнимаю, целую вас, мои дорогие. До встречи. Ну, поздравление к Новому году еще выйдет.